МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГИМАЛАЙ Самое загадочное место на Земле. Один из тех регионов, где появление НЛО фиксируют наиболее часто. Эти кадры были сняты в марте этого года пассажиром самолета, следовавшего над Гималаями. Неопознанный летающий объект двигается в воздухе дискретно, рывками. Сразу становится ясно, он внеземного происхождения. И таких видеосвидетельств тысячи. Гималайские пещеры. Обратите внимание, входы расположены высоко над землей. Забраться без специального альпинистского снаряжения невозможно. Местные жители утверждают, много веков назад здесь жили летающие люди. Летающие монахи передвигались по воздуху и строили свои жилища на высоте. А эта долина – возможно, место крупнейшей катастрофы НЛО в истории человечества. Местное предание гласит, 14 веков назад с небес на долину обрушилась огненная колесница, которую управлял демон зла. От этого падения земля на много километров вокруг была выжжена. Воздух был заражен чем-то, от чего у людей обугливалась кожа. Местные жители собрали останки зла и погребли их в каменной ступе. Туда же главный гуру посадил и демона. Эту ступу нельзя вскрывать, иначе случится страшное, начнутся войны, эпидемии. Вот эта ступа – одно из древнейших сооружений на планете. Современные исследователи утверждают – это саркофаг, где захоронены обломки космического корабля и останки единственного, выжившего в катастрофе, инопланетянина. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта на сегодня. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется за контейнером с инопланетным артефактом. Вскрывший саркофаг погибнет. Семь суток пешком по горным тропам. Сейчас у нас настолько резкий подъем, что тяжело даже нашим проводникам. Здесь давно не ступала нога белого человека. Намасты! Как объяснить невероятные способности местных монахов? Человек может бесконечно долго обходиться без еды, без воды, без воздуха. Почему здесь, вопреки всем законам физики и биологии, искривляются деревья, а скалы не отражают, а поглощают звук? Силы, которые не совсем понятны людям. Что такое гималайский синдром? И почему туристы в этих местах сходят с ума? Горно двигались, одна на другую. Правда ли, что именно здесь потерпел катастрофу космический лайнер? Дремлют какие-то бактерии, похороненные, прикрытые в каких-то сосудах. Мы найдем безусловное доказательство посещения Земли пришельцами. Смотрите специальный выпуск «Тайны мира» Санны Чапман из Гималаев. Тайны мира. Специальный выпуск «Тени из подземелья». Впервые за последние два года Анна Чапман покинет пределы России. Во главе экспедиции программы «Тайны мира» она отправляется в сердце гималайских гор. Анне предстоит пролить свет на тайну, которую уже полторы тысячи лет хранят монахи Непала. У нас впереди тяжелая дорога. Мы отправляемся в Гималай. В те места, куда редко ступала нога белого человека. Чтобы раскрыть все тайны самого загадочного места на Земле. Экспедиции предстоит тяжелая дорога. Из Москвы мы отправляемся в Дели. Дальше нас ждет перелет в столицу Непала, Катманду. Оттуда мы самолетами местных авиалиний летим сначала в город Непал-Гунг, а затем в Джубхау. Дальше нас ждет пеший путь через Гималайи в регион Далпо, где в долине До-Тарап на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря находится конечная цель нашего путешествия. Монастырь Рибадумпа. Нас ждут восемь часов в воздухе и восемь суток в пути по горным тропам. Под палящим солнцем, в снег и дождь мы пойдем по заповедным местам Гималайского хребта. Наш корреспондент и оператор Александр Катсуба отправляется в горы с камерой и 27-килограммовым бензиновым генератором для ее подзарядки. Четыре перелета туда лететь, 27 килограммов генератора. Ну, вообще, я не знаю, как я это потащу. Перед началом путешествия мы закупаем необходимое в горах снаряжение и теплую одежду, без которой мы не выживем в высокогорных районах Гималаев. Суточный перепад температур в горах может доходить до 50 градусов. Вот, собственно говоря, посмотрим на рюкзак, который нам предлагают здесь взять. Походу. Наверное, вот так вот. В составе нашей экспедиции Андрей Паранич – исследователь Гималаев и поклонник древних легенд. Елена Митрофанова – любитель экзотики и профессиональный бухгалтер. Дмитрий Александров – специалист по затерянным цивилизациям и биохимик. Катерина Аблова – искатель приключений и офис-менеджер. Валерий Леончиков – путешественник и предприниматель. Вместе с ними в путь отправляется корреспондент Александр Кацуба и ведущая Анна Чапман. Покорятся ли им гималайские горы? Наверное, не каждый решится на такую экстремальную экспедицию. Мы поднимемся на 5300 метров над уровнем моря и все это пешком. Будем спать в палатках, но меня все это не пугает. И отсутствие связи с цивилизацией, нерезкие перепады температуры от минус 20 до плюс 35. Не недостаток кислорода в горах. Как говорится, каждый, кто отважится добыть тайны древности, должен быть готов к испытаниям на пути. Цель нашего путешествия – монастырь Риба-Думпа, который находится в горной долине Дотарап на высоте 4000 метров над уровнем моря. По одной из легенд, в священной ступе монастыря заточен древний демон. В огненной колеснице он сошел с небес и сжег долину и уничтожил почти всех ее жителей. Великий гуру одолел древнее зло и запечатал демона в ступе вместе с обломками его огненной колесницы. Мы не первые, кто пытается изучить и проникнуть в тайну этого священного места. Почти 70 лет назад монастырь долины Дотарап исследовали экспедиции Аненербе – тайной оккультной организации Третьего Рейха. Нацисты собирались вскрыть ступу и выяснить, что же действительно содержится в ней. И если там окажется магический артефакт, то использовать его в интересах гитлеровской Германии. По информации, сохранившейся в секретных архивах Аненербе, ее экспедиция достигла точки назначения и приступила к изучению древней реликвии. Но что-то помешало посланникам фюрера довести свое дело до конца. Экспедиция была свернута и в спешке вернулась обратно. Что же могло остановить членов Аненербе, фанатично преданных своему делу? Мы собираемся это выяснить. Московский аэропорт Домодедово. Точка отправления нашей экспедиции. Все ее участники в сборе. Перед отлетом мы уточняем маршрут, проверяем наличие необходимого оборудования, медикаментов и теплых вещей. Сейчас в Москве глубокая ночь. И мы уже полуэкипированы для гор. Впереди два долгих перелета. Из Москвы в Дели и затем прямым рейсом в столицу Непала, Катманду. Вот мы только прибыли в непальский, наконец, аэропорт Катманду. Жители Катманду, расположенного в предгорьях Гималаев, часто становятся очевидцами паранормальных явлений. В небе проносятся светящиеся шары. Над городом возникает зловещее сияние. Многие верования и обряды жителей предгорья Гималаев настолько необычны, что создается впечатление. Непальцы копируют нечеловеческие ритуалы. В Непале покойников не хоронят. Усопших сжигают, а пепел сбрасывают в реку. Здесь считают, что за каждым мертвым телом охотятся злые духи из космоса. Пришелец может захватить чужое тело. И мертвец станет чудовищным оружием зла, которого невозможно убить, ведь он уже мертв. В этом, как ни странно, есть своя логика. В мифах Непала сохранились данные о существах, которые спускались с неба и забирали земных женщин. Они приносили бессмертное потомство. И так продолжалось тысячи лет. Поэтому теперь в Горном Пантеоне около 10 миллионов богов. Всю связь между всеми, я, честно говоря, не понимаю, может быть, какие-то ученые знают до конца всю связь между всеми богами. В каждом Непальце есть частица бессмертной крови. Возможно, поэтому они сжигают свои тела. Никому не хочется стать зомби после смерти. Смотрите сразу после рекламы. Место крупнейшей катастрофы НЛО. Неужели именно здесь хранится главное доказательство посещения Земли пришельцами? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Почему до нас сюда не могла дойти ни одна экспедиция? Это очень опасное место. Как объяснить невероятные способности гималайских колдунов? Они выкапывают похороненных младенцев. Откапывают и съедают. И куда ведет тропа мертвых? Мы не знаем, что им делать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА В Катманду нашу экспедицию ждут двое опытных проводников по гималаям. Гуно и Пурба. По местной традиции, они ведут нас к буддистскому монаху, наделенному даром пророчества. Тот должен предсказать успех или неудачу всей экспедиции. Вы на опасной тропе. От севера дует петер перемен. Трудности преодолеет армия стойких. Опасайтесь обратного пути. Проводник объясняет. До вершины дойдут не все участники экспедиции. Маршрут, которым нам предстоит пройти, в Непале называют тропой мертвых. Проводники берут деньги вперед и просят монаха прочитать защитную молитву. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уфологи утверждают, что нашу планету уже не раз посещали представители воинственной расы существ, умеющих менять свой облик. Землянам они появлялись в образе маленьких детей. Очевидно, для того, чтобы ввести людей в заблуждение и заставить служить себе. Местные жители верят, что во дворце на площади Дорбар живет богиня. С точки зрения нас, мирских людей, это обычная девятилетняя девочка. Но верховные священнослужители сошлись во мнении, что именно в ней воплотилась богиня. Древняя легенда гласит, что на землю Непала спускалась богиня Дурга в образе маленькой девочки, которая несколько лет жила при дворе правящей династии Маула. Исполняла желания простых людей и одним своим взглядом дарила неземное счастье. Гость ей из других миров настолько полюбилась жителям Гималаев, что они до сих пор свято верят в ее возвращение. И по традиции отбирают среди детей похожую на нее девочку. Она становится живым божеством, которое Непальцы называют Кумари. И она остается богиней до тех пор, пока у нее на теле не появится первая кровь. Претенденток на титул Кумари немало. И каждую из них подвергают жестоким испытаниям. Претендентку на титул богини проверяют на бесстрашие. Ее забирают в комнату, наполненную страшными изображениями и отрубленными головами животных. Ночью в комнату врываются мужчины в ужасных масках и устраивают дикие пляски вокруг девочки. Если она выдерживает данное испытание, то с наступлением утра ее объявляют богиней Кумари. Кумари живет в большом дворце в центре города. Ее двор всегда полон людей, которые приходят сюда в надежде, что она выслушает их просьбы и осуществит их мечты. Она может исполнять желание. Исполняет? Да. Удивительно, но многие обещания и пророчества богини действительно сбываются. Но несмотря на это, ее участь в мире людей печальна. Как только девочка Кумари становится девушкой, ее изгоняют из дворца. Бывшая Кумари обречена на вечное одиночество. Обычные непальцы ее боятся. Легенда гласит, что муж Кумари непременно погибнет от кровавого кашля. Наша цель – монастырь Риба-Думпа, в котором находится легендарная ступа с демоном или, как мы предполагаем, контейнер с инопланетным артефактом. На Земле в период формирования человечества, в период появления, формирования, древний период, могло существовать несколько процивилизаций и могли быть представители иных цивилизаций, которые к нам прилетали из космоса, из других галактик. Сегодня нам предстоит два перелета. Катманду-Непалгунг, Непалгунг, горный аэропорт Джубхал. Оттуда мы пойдем пешком и проведем в дороге следующие пятеро суток. У нас это место называют тропой мертвых. Живому человеку из плоти и крови пройти по ней почти невозможно. Горный аэропорт Джубхал – это последнее место на нашем маршруте, куда еще можно добраться каким-то транспортом. Самолет приземляется на небольшую площадку, расположенную среди скал. Наш лайнер затормозил в самом конце посадочной полосы на краю пропасти. Мы прилетели в регион Дольпа. Мы отсюда начинаем наш маршрут. Дальше мы уже идем только пешком. Ни машина, ни даже лошадь здесь не пройдет. Нам предстоит пройти около ста километров. Весь путь состоит из подъемов и спусков в безлюдной местности, где постоянно меняется давление. Здесь ощутим дефицит кислорода, постоянная угроза оползней и снежных бурь. Этот район, там очень религиозные люди. Религиозность, понятно, наберется от древних традиций. Борьба добра и зла, собственно, построила это общество. В горной деревне Таракот Кань не подходит одна из местных жительниц и настойчиво просит принять ее дар – украшение на лоб. Это особый знак, на удачу. Сохрани его до конца пути. Он будет тебя оберегать. А тебе очень идет. Это необычное украшение, как объяснили непальцы. Божественный знак. Оно символизирует третий глаз, позволяет силой мысли управлять другими существами и предвидеть будущее. Такими возможностями и знаниями на нашей планете не обладает никто. И третий глаз – это отличительный признак пришельцев из другого мира. Инопланетяне с тремя глазами изображены на знаменитых карельских петроглифах, найденных на берегах Белого моря. Экспедиция продолжается. До монастыря Дотараб – десятки километров. Через горы, глубокие ущелья и горные реки. Мы вышли в какую-то деревню непонятную, которая стояла на нашем пути. И здесь совершенно пустынно. Здесь не живет ни одна единая душа, здесь нет ни одного белого человека. И двое людей, которые здесь, мы можем их увидеть, они не говорят по-английски. Поэтому мы не знаем, что нам делать. Для местных жителей любой иностранец – это варвар, который оскверняет сакральные горы. Поэтому не стоит спрашивать у встречных путь к священным местам. Наш корреспондент Александр Кацуба попытался узнать дорогу и моментально понял, что совершил большую ошибку. Намасты! Наш корреспондент даже не подозревал, что совершил по местным меркам немыслимое кощунство. Сказал запретное название монастыря тот араб. Мало того, Александр вмешался в колдовской ритуал, чем вызвал ярость злых духов. Я предполагаю, что действительно шаман какой-то обряд производил. Просто там какие-то женские крики были. Ну, кто-то кричал. Вот я пошел на этот крик. Видимо, мы там нарушили какую-то духовную, ну, что-то, какую-то связь этого шамана там, какие-то заклинания. Вот женщины как бы на меня набросились. В эту область приезжают черные маги со всей страны. На местном наречии их называют Агори. И непосвященных ждет страшная кара за вмешательство в тайны гималайских колдунов. Горные маги используют всю силу загробного мира. Например, они выкапывают похороненных младенцев. Откапывают и съедают. Наша экспедиция обидела горных демонов. Местный колдун отказывается говорить. Но без заклинаний мага наши проводники дальше не пойдут. После беседы с Анной Чапман заклинатель сменил гнев на милость и дал нам новое предсказание пути. Берегитесь духов гор. Если они захотят пустить вас в долпо, то вы пройдете. Смотрите сразу после рекламы. Именно здесь полторы тысячи лет назад буддистские монахи заточили демона. Эта ступа находится здесь. Или спрятали останки единственного выжившего в катастрофе инопланетянина. Вскрывший саркофаг погибнет. Последнее доказательство посещение земли пришельцами. Смотрите специальный выпуск тайны мира с Анной Чапман из Гималаев. Наша экспедиция все выше поднимается в горы по тропам, ведущим к долине Дотарап. Впереди 10 километров дороги, которая словно сама уходит в небо. Сейчас у нас настолько резкий подъем, что тяжело даже нашим проводникам. Здесь на высоте около трех тысяч метров лежит граница горной местности Долпа. Говорят, что здесь чаще всего в небе можно видеть НЛО, которые парят над горами и даже приземляются. Земля здесь словно выжжена на многие километры пути. Мы приближаемся потихонечку к области региона Долпа, где действуют силы, которые не совсем понятны людям. В частности, если посмотреть на это дерево, то сложно представить, что заставило его так изогнуться. Потому что обычно под действием ветра деревья сгибаются немножко по-другому. Через некоторое время мы почувствуем это на себе. Местные жители рассказывают, много лет назад в этих горах жили странные люди. Эти пещеры сохранили название пещер летающих монахов. Обратите внимание, вход расположен высоко над землей. Добраться туда можно только при помощи специального альпинистского снаряжения. Однако, по словам местных жителей, отшельники пользовались некими аппаратами, при помощи которых могли летать. Вон там, высоко, жили летающие монахи. Мы предприняли попытку обследовать одну из пещер, находящуюся ближе всего к земле, на высоте 15 метров. Забраться внутрь удается с большим трудом. Сопровождавший нас проводник делает неожиданную находку. Смотрите, что я нашел. Мы не верим своим глазам. В недрах пещеры лежит обломок кости, похожий на человеческую. Как он туда попал? И действительно, человеческая ли это кость? Мы забираем фрагмент костной ткани с собой, чтобы провести ДНК-анализ. Тени из подземелья. Четвертый день похода. Наша экспедиция уже вступила в долину мертвых. Мы на высоте более трех тысяч метров, где проходит граница горной местности Долпа. Такие переходы не для хрупких девушек. Но Анна идет несколько часов без остановок с основной группой путешественников. Лишь однажды за все время экспедиции она почувствовала головную боль. Здесь начинаются места, где, согласно легендам местных непальцев, властвуют свирепые горные демоны и призраки. Говорят, что тот, кто побывал в этих местах, изменится навсегда. И это плата за проход в Дотараб. Вот только что в действительности происходит с путешественниками в краю отшельников. Видение одна из самых больших опасностей в этих местах. Они появляются и днем, и ночью. Неизвестно, что именно увидит путешественник. Одна из девушек, шедшая в составе нашей экспедиции, в этом убедилась. Катя впервые отправилась в поход по горным тропам, быстро устала и отстала от основной группы. Тропа узкая, меня шатает, мотает, голова кружится, и я понимаю, что вот, ну, либо садиться, либо что-то, вот, как-то надо спасаться. И тут я вижу нагромождение сакральных камней, я понимаю, что мне туда надо, мне туда надо подойти в обязательном порядке. Камни с таинственными надписями часто встречаются на дорогах к региону Долпо. Что за послания, зашифрованные на этих валунах, не смогли объяснить даже наши проводники. По преданию, это письма к потомкам с советами и указаниями. И камень сам решает, кому из спутников он передаст свое послание. Завороженная магической надписью на валуне, Катя подошла и коснулась его. Мне кажется, что у меня рука вот каким-то образом за этот камень зафиксировалась, наполнилась силой определенной. Я закрыла глаза и увидела совершенно, ну, вот, нереальные вещи. То есть я увидела какие-то потоки энергии, не во мне, а вне меня, какие-то картинки вселенной. Катя была уверена, что видела окно в другие миры. Исследователь Гималаев, путешественник Григорий Кубатьян называет такие явления гималайским синдромом. Введение, если это в легкой форме, то это просто могут быть галлюцинации, если в тяжелой форме, то это может сойти с ума или умереть. Случаи были. Путешественник Григорий Кубатьян считает, что долгое пребывание на высоте просто ускоряет работу мозга. Отсюда и различные видения, которые при желании можно контролировать. Многие неопытные путешественники принимают это за просветление. Причем интересно работает мозг. Ну, во-первых, я видел такие странные геометрические фигуры. Можно было подумать о чем угодно, любой предмет себе представить. И он тут же в сознании копировался многократно. То есть я его как бы видел. Пятый день экспедиции. На подходе к перевалу горы Далпо нас встречает настоящая буря. температура резко падает до нуля градусов. С ног валит пронзительный ветер, от которого негде укрыться. Мы, можно сказать, продираемся через непогоду и видим, это просто нам готовят некое испытание, через которое нам нужно пройти. Нас впервые одолевают сомнения в том, что мы доберемся до долины до Тарап. Мы даже не ожидали, что нас встретят такие испытания в краю отшельников. Они начинались с наступлением темноты, и как только заходило солнце, горы словно ополчались против нас. Люди вздыхались от недостатка кислорода. Кто-то заблудился и пропал в сумерках. В наступившей темноте неожиданно пропала еще одна из участниц экспедиции Елена Митрофанова. Она отстала от группы и проводников носильщиков на горных тропах. Я думаю, ну и что теперь делать? То есть сижу, встала, значит, фонариком, светила, кричала, я била палками, вот у меня там эти, мои, эти палки, вот я била палками по деревьям, думаю, может быть, кто-то что-то услышит, вот. И потом, значит, в один момент мне показалось, что я сбилась с тропы, потому что, ну вообще, там дороги не было вообще никакой. Разыскивать человека в горах и в темноте все равно, что искать иголку в стоге сена. Но когда уже все отчаялись увидеть Лену, она вдруг вышла из темноты на свет костра. Лена, мы-то все испереживались. Я на первой раз в юбке ушла на другую сторону. Ну все нормально? Да. Причем мне там кто-то свистел, орал. Ночь в краю отшельников испытание не для слабых духом. В темноте мерещилось какое-то движение. Было ощущение присутствия чего-то рядом постоянного. Я не могу сказать, духи ли это, или это какая-то дуань божественная. Очень многие слышали то, чего, в принципе, быть не может. У меня какой-то шепот время от времени, вот так вот, шелест какой-то рядом с сухом как будто проносился. Заснуть почти никто не смог. Всех душили ночные кошмары и одолевали видение. Наступал шестой день экспедиции. Очень интересное явление, то есть нестричные визуальные эффекты такие-то. Двигались горы, когда были на тропе, горы надвигались одна на другую, собственно, очень сильно кружилась голова, тропа узкая, естественно, было некоторым образом страшно. Смотрите сразу после рекламы. Самая крупная катастрофа НЛО в истории человечества. Воронка, вокруг которой валяются просто обломки. Мы нашли это место. Эта ступа находится здесь. Неужели именно здесь спрятаны останки единственного посетившего Землю гуманоида? Древние знаки гласят, вскрывший гробницу погибнет со всем миром. Шестой день экспедиции. до монастыря Дот-Араб оставалось всего несколько километров. По легенде, в этих местах без страха за свою жизнь путешествовали только боги, мудрецы и монахи. Те, кто в совершенстве владел искусством борьбы с демонами. Видимо, у местных жителей была своя техника противодействия пришельцам из другого мира. Изгоняя бесов, они, по сути, каким-то образом применяли древнее оружие против инопланетного разума. Они такие знания, так сказать, в семье несли, что делали это все с очень большой эффективностью. Путешественник Леонид Круглов, побывавший в непальском королевстве Мустанг случайно стал свидетелем такого ритуала. Мы приняли участие в одной из очень необычных церемоний. Как раз эта церемония была связана с, скажем так, с улавливанием и заточением темных сил, темного вот этого духа. Его называют демон черной обезьяны. Именно так тысячи лет назад монахи готовились к битве с обитателями колесницы дьявола, упавшей с небес. Обряд не зря проводят именно в долине Дотараб. Ведь именно здесь место крупнейшей катастрофы НЛО в истории человечества. Это уникальные кадры. Ведь снять на видеокамеру такое таинство дело почти невозможное и очень рискованное. Перед ритуальной битвой монахи постились и медитировали несколько месяцев. Видимо, так они становились неуязвимыми для внеземного разума. Все участники постоянно кружатся вокруг себя и друг друга, чем напоминают волчки, парящие над землей. Пирамидки у ног монахов символизируют Гималайские горы. Танцующие монахи изображают демонов, а в центре этого хоровода находится настоятель монастыря. Сама церемония длится три дня подряд. По окончанию ритуала плененных злых духов в магических формах выносят за пределы города и здесь прогоняют прочь выстрелами из старинных ружей. Считается, что, вмешиваясь в ритуал, человек, непосвященный, может в итоге сам оказаться одержимым злыми духами. Такие церемонии запрещено фотографировать, потому что через объектив, через произведение снимка дух может выйти на свободу и, собственно говоря, может уехать дальше с тем, кто фотографировал, может где-то уйти от него и дальше продолжать существовать отдельно. Поэтому многие подробности церемонии Тиджи остались за кадром. Путешественники не решились навлечь на себя и весь остальной мир гнев древних заклинаний, которые однажды уничтожили ни много ни мало пришельцев из космоса. Седьмой день экспедиции. Четыре тысячи метров над уровнем моря. Мы стоим на пороге долины Дотараб. Здесь находится монастырь Риба-Думпа и его священная ступа с останками космических пришельцев. Очень жаль, что не все участники нашей экспедиции добрались до монастыря Дотараб. Практически у порога темницы демона на людей навалился необъяснимый ужас. Многие буквально падали с ног от усталости. Нескольких человек пришлось эвакуировать на вертолете. А подойти к самой ступе решились лишь единицы. Тайны мира. Специальный выпуск тени из подземелья. С маршрута сошли пятеро наших товарищей. Кто-то натер ноги до кровавых мозолей и не мог двигаться дальше. Другие продолжали страдать от галлюцинаций и оставаться на высоте им было опасно. Но съемочная группа программы Тайны мира добралась до Риба-Думпа в полном составе. Вот оно место катастрофы НЛО. На эти земли рухнула с неба огненная колесница. О нем рассказывают самые древние легенды Непала. Наша цель достигнута. Мы находимся у стен древнего монастыря Дот-Араб. По преданию именно на этом месте гуру Сиятельный шедший в Китай встретился с демоном. Началась битва которая длилась несколько дней. В этой схватке победил гуру Сиятельный. Он поймал демона и посадил в ступу. Эта ступа находится здесь. Ступа это единственная постройка которая не изменилась за все годы своего существования. Ее словно не тронуло время. Сам монастырь разрушавшийся от горных ветров несколько раз возводили заново. Демона удерживает внутри очень сильное заклинание. Его текст записан в древних манускриптах и прочитать его могут только посвященные. Внутри темницы тесно и жутко. Места едва хватает чтобы цепочкой по одному человеку обойти вокруг самой ступы. Возможно это и есть саркофаг где захоронены обломки космического корабля и останки единственного выжившего в катастрофе инопланетянина. Вся ступа покрыта древними письменами. Может быть это хроника катастрофы НЛО записанная очевидцами. Это было тысячи лет назад. Несколько монахов выжили после того страшного дня. Именно они оставили нам это послание. Именно к этой ступе более полувека назад была организована экспедиция оккультной организации Аненербе. здесь гитлеровцы пытались получить доступ к тайным знаниям инопланетной цивилизации. Сейчас мы узнаем почему нацисты вернулись из Гималаев ни с чем. Мне было семь лет когда люди с запада пришли в Дотараб. Они хотели выпустить демона, но едва взглянув в глаза великому злу они в страхе бросили все и разбежались кто куда. Больше они не решились вскрыть ступу. В тот же день они торопясь покинули долину, ушли в горы и больше мы о них ничего не слышали. Наша экспедиция достигла своей цели. Мы просим у монахов разрешения вскрыть ступу. Они отвечают отказом, ссылаясь на древние письмена, начертанные на саркофаге. Тогда мы снова обращаемся к монаху с просьбой перевести текст. Вам, чужеземцам, все равно не понять тайну. Да и не могу я вам сказать, ведь древние знаки гласят, вскрывший саркофаг погибнет. Мы не стали открывать этот ящик пандуры, потому что не знали, что оттуда могло выскочить и вообще какими последствиями могло обернуться для всего человечества. По пути в долину до Тарап мы видели достаточно для того, чтобы не сомневаться в правдивости древних легенд. Разгадка этой гробницы откроется только тем, кто попадет в Шамбу, в страну бессмертия. Она находится далеко в Гималаях и путь к ней смертельно опасен. Наша экспедиция продолжит свой путь. Мы отправляемся дальше, в самое сердце Гималаях, на поиски легендарной страны, где находится кристальный источник всех знаний на земле, где скрыты сокровища культур исчезнувших цивилизаций и портал в параллельный мир. Нам предстоит перейти заваленный снегом перевал на высоте 5000 метров. На этом перевале погибли сотни путешественников. Нам осталось совсем чуть-чуть подняться и дай бог мы перевал преодолеем. Несмотря на смертельный риск, наша съемочная группа преодолевает непроходимые горы, где нет ни туристических, ни альпинистских маршрутов. Мы на пути в Шамбалу, в страну бессмертия, которую охраняют 8 неприступных вершин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова